Еще в одной колпашеской школе появится точка роста. Во второй школе создается Центр образования цифрового и гуманитарного профилей в рамках федерального проекта «Современная школа». В двух учебных кабинетах уже проведен косметический ремонт. Графическое, цветовое оформление и наполнение точки роста соответствуют утвержденному на уровне Российской Федерации брендбуку – частично закупленную мебель. По инициативе управления образованием с 1 сентября на базе нашей школы открывается Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Точка роста будет структурным подразделением на базе школы. Что мы ожидаем от точки роста? Во-первых, как вы уже видите, под точку роста были отремонтированы два кабинета. И по решению главы Колпашевского района Андрея Федоровича Медных было выделено 520 тысяч на ремонт этих кабинетов. Сейчас идет поставка мебели. Это в пределах 400 тысяч рублей. Мы вошли в программу «Современная школа». По этому национальному проекту открываются центры «Точки роста». И вот будет нами получено оборудование в пределах миллиона рублей. Кабинеты «Точки роста» будут оснащены современным учебным оборудованием, ноутбуками, мультимедийными комплексами, шлемом виртуальной реальности, 3D-принтерами. Это позволит нам при реализации основных программ по предметам технологии информатика ОБЖ обучать детей, формировать у обучающихся новые компетенции. Они будут конструировать, программировать, возможно, даже реализовывать какие-то фантастические свои идеи. В одном кабинете «Точки роста» будут проходить уроки по информатике, технологии и ОБЖ. Соседнее помещение задействует для дополнительного образования по техническому, цифровому и естественно научному профилям. Программы по этим объединениям так выстроены, они сегодня уже готовы, эти программы выстроены таким образом, чтобы детей профилизировать уже, так сказать, на уровне, начиная с начального общего образования и тем более на уровне основного общего образования, чтобы дети уже к 8-му, 9-му, а тем более к 10-му классу уже понимали, что они хотят и какой дальнейший образовательный маршрут выстроить по окончанию школы. Директор второй школы Ольга Сорокина убеждена, что «Точка роста» может стать прекрасной площадкой для проведения курсов компьютерной грамотности для людей старшего возраста. К слову, «Точка роста» будет функционировать еще и в режиме сетевого взаимодействия с другими образовательными учреждениями и социальными партнерами, мобильным компьютерным оборудованием. Вторая школа на сумму порядка полутора миллиона рублей будет оснащена в рамках национального проекта «Цифровая образовательная среда». Участие еще в одном нацпроекте «Успех каждого ребенка» позволит второй школе приобрести образовательное оборудование по робототехнике стоимостью около полумиллиона рублей. Это тоже в рамках внеурочной деятельности, в рамках дополнительного образования. Дети, которые проявляют интерес к робототехнике, у них и была такая возможность, но сейчас эта возможность в связи с подкреплением материально-технической базы будет более на высоком уровне реализовываться. В рамках национальных проектов второй школе удалось существенно укрепить материально-техническую базу. Конечно, вливание в рамках национальных проектов, я говорю, в пределах трех миллионов рублей, мы получим оборудование. Оно сейчас подходит, это оборудование и мебель, но до 1 сентября, я думаю, что все оборудование у нас будет поставлено. Это очень хорошо, потому что школе своими силами не потянуть вот такую материально-техническую базу. Кабинет информатики оснастят новым компьютерным оборудованием. На эти цели направлено 500 тысяч рублей. В этом году вторая школа стала победителем международного конкурса «Православная инициатива». Проект руководителя школьного музея Натальи Троценко удостоен гранта в размере 262 тысяч рублей. На них было приобретено выставочное оборудование, на полках которого уместно разместились многочисленные музейные экспонаты. Продолжение следует...